Второе наблюдение Второе наблюдение Второе наблюдение Которое господин Элл показывал мне Он хранит у себя Как неопровержимое доказательство события Заранее предсказанного Ко всеобщему удивлению Действительная госпожа Которая должна была умереть до 1 января Скоропостижно скончалась 31 декабря О чем господин Элл был извещен Письмом от 2 января Которое он хранит у себя Вместе с предыдущими письмами Предсказание перед смертью В городе Брянской Орловской губернии Случилось недавно следующее Поразительное происшествие На последний день Масленицы местный врач Зубковский Присутствовал при последних Минутах Игумени тамошнего Девящего монастыря Отличавшийся Высоконравственной жизнью Не особенно впечатлительный Доктор на этот раз Плакал как ребенок Сам не отдавая себе отчета Как он объяснял потом Своей чувствительности Не плачь Сказала ему умирающая Благословляя его Ты сегодня же последуешь за мной Сказав это Она скончалась Вечером в тот же день Доктор Зубковский Умер в клубе От разрыва сердца Предсказание Казотта Рассказано очевидцем Лагарпом Осенью 1788 года Незалого до собрания Государственного совета В улице Дибак В доме академика Собралось блестящее общество На парадный обед Красивые аристократки Придворные кавалеры Ученые и выдающиеся люди Того времени Вели оживленный разговор За роскошно сервированным столом Тут был Малярбов Бывший министр Декандор Се Знаменитый ученый Дешанфор Математик Мирабо Резкий и злой мизантроп Близ прелестной герцогени Деграмон Сидел Казот Царик очень высокого роста Бросающийся в глаза Своей Благообразной наружностью И беглыми длинными Белыми волосами Похожий более на патриарха Чем на автора Для дьяволь Амарё Говорили много Оживленно Перечисляли новые открытия Радовались успехом В области наук И привисовали восторженно В великое приближающееся будущее Когда права граждан Будут признаны А короли узнают Свои обязанности Относительно их Малер поднял стакан вина И воскликнул с увлечением Да здравствует обновленное государство С обновленным человеком Свободным от Уз предрассудков И притеснений Когда все свёкнулись стаканами То заметили, что один козот Сидел тихо С понуренной головой И не пил С удивлением Обратились к нему С вопросом Близ сидящий Что такое с ним Принуждённо отвечать Он сказал Я не могу пить И радоваться с вами Вещи, которые кажутся вам Спасением и счастьем народа И всех Для меня предвестники Страшного несчастья Я предвижу в будущем Только кровопролитие Анархии И дикую борьбу страстей Уничтожающие И убивающие всех Кого втянут В свой водоворот Наши эпиграммы Превратятся в топоры А наши шутки В кровавые слёзы Смерть После минутного удивления Кандарсер захотался И шутя назвал его Неудачным пророком Не смейтесь, Кандарсер Вы прибегнете к яду Чтобы не пасть от руки палача Шамфор, Байли, Малер, Пируше Толпились около него С саркастическими замечаниями Казот посмотрел на них Поочерёдно и сказал Медленно Господа Я вижу вас всех Одного за другим Входящими и погибающими На шафоте Только вы, Шамфор Вы сами себя убиваете Чтобы не быть казнённым По крайней мере Нас, дам, вы помилуете? Спросила его герцогиня Грамон Дам Отвечал всемедленнее Казот Говоря, как будто невольно Под давлением Чего-то чужого горя Вы, герцогиня Вы поедете одни Со связанными на спину руками В позорной телеге На место казни Пока Казот говорил Лицо его постепенно приняло Совсем чуждое ему Страшное выражение Он весь побледнел Глаза смотрели Будто испуганно на что-то Так что вид его Ещё более, чем его слова Поразил всех Какой-то невольный страх Охватил всех Наступило молчание Казот без всякого милосердия Говорила герцогиня Грамон Принуждая себя улыбаться Неужели я пойду на шафот одна? Он верно Позволит мне взять Моего духовника? Нет У вас не будет духовника Сказал Казот Сказал последний Кому позволит быть сопутствуемым Духовником Будет Он умолк Кто это? Кто? Спрашивали все Окружая Казота Король Людовик Шестнадцатый Поражённый ужасом Все гости Отступили от него Как будто их ударила Электрическая искра Казот Стал и хотел удалиться Но герцогиня удержала его Спрашивая А вы Господин пророк Какова будет Ваша участь? Казот стоял Несколько времени С понизшей головой И наконец Сказал Поздно Но и меня Постигнет Ваша же участь С этими словами Казот поклонился И быстро оставил зал Скоро после него Разъехались и все гости Спустя несколько дней После обеда В улице Дюбак Кандарсе Встретил Казота И напомнил ему Как он перепугал И сполошил всех присутствующих Старик замахал руками Глупости Глупости Я был пьян Неужели полупомешательство Казота Могло вас Умных скептиков Испугать? Я вам еще раз повторяю Казот от старости Спятил с ума Он знает Не знает Что болтает Правда Если я вижу Черные тучи На небосклоне То могу сказать Что будет Большая гроза Которая вырвет С корнем Не одно дерево И сломает Не один дом Но если бы я взялся Назначать Мелом И те деревья И те дома Которые пострадают То вы можете сказать Старик спятил с ума Но впрочем Если вы боитесь грозы Испугались моих слов Зачем же вы не убегаете? К чему же вам Служат ваши молодые ноги? Вы может быть Помните Возразил Кандарсе Что вы себе Также предсказали Кровавый конец Следовательно Зачем же И вы не спасаетесь? Я и занят Теперь своим спасением Я оставляю Париж Боря, которая вас восхищает Не дает мне Свободно дышать Я прячусь от нее До свидания, дружок Мы не скоро Здесь увидимся Я надолго Прощаюсь С вами Казот ушел Так скоро Как позволили ему Старые ноги Этот год Прошел В безумном Волнении Но после взятия Бастилии И переселения Двора Из Версаля В Париж Вернулось Относительное Спокойствие И почти два года Не было кровавых сцен Народное собрание Царствовало Оно уничтожило Наследственное дворянство Запретило Гербы Или еврею Уничтожило Имение Церкви В пользу народа Тогда умер Мерабо Тайный союзник И поддержка Монархии Король Который Неудачным бегством Хотел спастись Ухудшил Только этим Своё положение На него Уже теперь Смотрели Как на пленника Волнение Сделалось Сильнее Жерандисты Сторонники Короля И якобинцы Отвергавшие Вполне Его права Смотрели Враждебно Друг на друга Двор ожидал Для своего спасения Вмешательства Других держав В это время Казот Который до сих пор Жил почти Забытый всеми В своем имении Эперне Вздумал Написать Своему другу Пантран Указы Какие меры Принять Чтобы остановить Угрожающий ход Событий Взятие Тильерийского Замка Последовало 10 августа Восемь дней Спустя Вооруженные Люди Остановились Перед домом Казота И приказали Ему следовать За ними Его несчастное Письмо Было найдено В канцелярии Короля Казота Поместили Сперва В темнице В Эперне А после Перевели В Париж До чего Следовало Везде За ним Вся власть Была В руках Коммуны Дела Доходили До последней Крайности Близость Неприятеля Возмущение В Ванде И измена В войске Старание Иммигрантов Возмущать Всех Против Франции Показывали Что гибель Страны Близка Тогда Дантон Сказал Надо очистить Темницу Убить всех Наемников Чтобы не бояться Измены Дома Когда идешь На неприятеля Пленники Узнали Только постепенно Что их ожидало Двенадцать Человек По характеру Скорее Звери Сидели В Жарменском Аббатстве У стола Где лежало Как попало Оружие Бумаги Мольяр Пером В руке С ножом Привязан Сбоку Занимал Место Председателя Пленных Вводили Поочередно Давая Каждому Только Несколько Минут На защиту Если Кто-либо Оказывался Невиновен То было Слышно Свободен Несчастного Толкали Во двор Где толпа Палачей Или убивала Или стреляла В приговоренных На смерть Все это Делалось Быстро Грубо Бесчеловечно Большей части При свете Факелов Имя Казота Было Три раза Подчеркнуто Назови Нам Твоих Врагов Старик Сказал Один Простолюдин Казота Мы их Накажем Ах Отвечал Казот Зачем Вы думаете Что у меня Враги Я никому Не сделал Зла Казалось бы Что Порочество Казота Насколько Было Оно Ужасно Казалось Неверным Ведь он Освобожден Но Судьи Тогдашнего Времени Были Злопамятны Десять дней Спустя По приказанию Пятиона Казота Опять взяли Потащили В Консьержири А Дочери Запретили Туда Вход При Допросе Казот Ответил С легкой Тени Иронии Ведь Народ Меня Освободил Как Живы Судьи Именем Народа Против Воли Народа Опять Меня Взяли На эти слова Никто не обратил Внимания Только Пятион Сказал Недостаточно Быть хорошим Семьянином Надо быть И хорошим Гражданином К чему Вам послужила Ваша Семидесяти Двухлетняя Жизнь Дочь Казотца Не отказалась От мысли Спасти его Она Завербовала Толпу Женщин Чтобы С их Помощи Опять Выпросить Милость Отцу Мы об этом Узнали Схватили Ее И тоже Заключили В консьержири Перед Выпросил Перо Бумаги И написал Своим Ближним Не забывайте Меня Но и не Оплакивайте На шахот Он зашел Твердым Шагом Просил Отрезать Его Длинные Белые Волосы И передать Их Дочери После того Обернувшись К народу Сказал Умираю Как жил Верен Моему Богу И королю Минуту Спустя Его казнили Так Умер Казот Автор Диабля Амурё И Прелестных Волшебных Сказок И вот Пророчество На нем Первым Исполнилось Скоро За ним Последовал Король Франции И он Был Последний Кому Разрешили Отправиться На место Казни В сопровождении Духовника После того Казнили Прекрасную Герцогеню Грамон Ее Везли Со связанными На спине Руками После Руше Бали Малерп Но Как же Покончили Кандарсе И Шамфор Которым Казот Предсказал Минуту Эксказа Что они Сами На себя Наложат Руки Чтобы Избегнуть Руки Палача Кандарсе Перешел На сторону Революции Он После 10 Августа Написал Заграничным Державам Оправдывая Решение Народного Совета И был Светлес Судей Над Королем Хотя Был Против Смертной Казни Уважаемый Член Конвента Он Едва Только Написал Очерк Конституции Которые Одобрили Как Последовал Переворот 31 Мая И Окончательная Победа Черной Партии Конвент Окруженный Разделенной Толпой Скрылся В Тильяре И Должен был Сдаться Кондарсе Оставили Сначала Без Подозрения Но Когда Он Отверг Конституцию Написанную В 1793 Году Его Принужденный Скрываться Нашел Убежище В доме Одного Друга Женщины Где Он Восемь Месяцев Жил И Много Писал Тогда Вышел Новый Указ Угрожающий Смертью Всем Кто Скроет У себя Приговоренного Кондарсе Ушел От Своей Благодетельницы Чтобы Не Подвергать Ее Опасности Хотя Она И Желала Удержать Его У себя Он Ушел Из Парижа В начале Марта 1794 Думая Найти Убежище У своего Друга Жившего В деревне Но Не Застал Его Дома Без Бумаг И Паспорта Он Вскрывался Несколько Дней В каменоломнях Но Наконец Преследуемый Голодом Вошел В сельскую Гостиницу Выдавая Себя За Слугу Умершего Господина Хозяйка Увидела Длинную Бороду Одежду В лохмоть Дикий Вид Спросила Есть ли у него Деньги Заплатить За обед Кондарсе Вынул из кармана Элегантный Портфель И из него Золотой Этого Было Достаточно Чтобы Возбудить Подозрение Член комитета Случайно Там Находившийся Велел Его Арестовать И отвезти В темницу На другой День Приказали Привезти Его К допросу Но Нашли Уже Мертвым Он Отравился Ядом Который Всегда Был С ним Чтобы Избежать Позорные Казни Спустя Несколько Времени Арестовали Шамфора Который Резко Порицал Бесчеловечные Поступки Конвента Его Посадили В темницу Но Скоро Выпустили Через Месяц Его Опять Заключили И он Открыл Себе Вены На руках И ногах Чтобы Умереть Около Него Лежал Лист Бумаги Со Словами Я Желаю Умереть Свободным Человеком А Не В жизни Но Все Таки Он Скоро Умер А Именно В апреле 1794 Года Так И все Которым Которым Относились Пророческие Слова Казота Оставили Этот Мир Так Должно Было Случиться Это Было Заранее Им Предсказано Гаврил Дон Шафис Переживший Их Всех Замечательные Предсказания В Начинающих Проникать В публику В записках Покойного Бисмарка Нашлось Описание Следующего Поразительного Факта В 1849 Году Вильгельм Тогда еще Прусский Принц Был в Лондоне Где В то Время Славилась На всю Англию Некая Гадальщица Принц Отправился К ней Она Предсказала Вильгельму Когда он Сделается Императором И когда умрет Ты будешь Царствовать Не только Над своим Теперешним Народом Но и Над всеми Немцами Сказала Гадалка А когда Это случится Перебил И принц Сложи Цифры Текущего Года С отдельными Цифрами Составляющими Этот год 1849 Плюс 1 Плюс 8 Плюс 4 Плюс 9 1871 Вот Год Твоего Восшествия На императорский Престол Восликнула Гадальщица Но я К этому Времени Буду Стар Заметил С досадой Будущий Император Ты Проживешь Очень Долго Был Ответ Гадальщицы Приблизительно Сколько Не Приблизительно А безошибочно Ты узнаешь Когда умрешь Если Цифры Года Твоего Ваши 1871 Сложишь С отдельными Цифрами Составляющими Этот год 1871 Плюс 1 Плюс 8 Плюс 7 Плюс 1 1888 Предсказание Сбылось В точности Принц Вильгельм Стал Императором В 1871 Году И скончался В 1888 Способность Силой воли Объективировать Представление В 1874 Году Пишет Некто Господин Юрлов Во время Моей службы Офицером В войсках Гвардии Я По поручению Покойного Князя Адаевского Состоявшего Тогда помощником Директора Императорской Публичной Библиотеки Собирал Различные Факты Из области Как тогда Говорили Суеверие Предрассудков Некоторые Из собранных Мною Таковых Материалов Вошли в статью Князя Адаевского Колдовство Девятнадцатого Столетия Письма Графине Ростопчиной Напечатанные В журнале Отечественные Записки Отыскивая Линз Знающих Подобные Факты Я познакомился С замечательной Личностью Членом Императорского Вольного Экономического Общества Антоном Марковичем Гамулецким Декала Жившим В Петербурге В Почтамской Улице В доме Керстен Квартиру Эту занимал Он в течение 35 лет Он был Человек В высшей Степени Замечательный Происхождение Его покрыто Мраком Неизвестности По виду Его Ножительства Он числился Отставным Полковником Австрийских Войск И известно Было также Что он Путешествовал Вокруг Света И был Выдающимся Ученым По части Физики И механики Состояние Его никто Не знал Но надо полагать Что оно Было громадное Библиотека Его занимала Несколько Больших Комнат И состояла Из нескольких Десятков Тысяч Томов Книг И рукописей Но всего Замечательным Был его Кабинет Редкости Собранных Во всех Странах Света Многие Предметы Представляли Чудо Механики А одна Живиш Обращала На себя Особенное Внимание Всех Ученых И вообще Всего Петербурга Это была Фигура Ангела Из железа Весом 14 фунтов И держалась Она на воздухе Без всякой Опоры Противодействующая Силой Скрытых Магнитов Весь Это была Единственной Во всей Европе И кабинет Гомулецкого Посвящала Даже царская Фамилия А так как Гомулецкий Не брал Низкого денег То По воле В Боге Посевающей Императрице Александра Федоровна Была Поставлена В прихожей Квартире Гомулецкого Кружка Кружка В которой Посетители Клали Лепту Свою В пользу Какого-то Благотворительного Заведения Кружка Посвидетельствовалась Каждый месяц И всегда Находили В ней Сверх Прочих Приношений Еще Десять Полуимпериалов Которые Клали Сам Гомулецкий В описываю Мною Время А именно В 1847 Гомулецкому Минуло 96 лет Но никто Не дал бы Столько лет Этому Бодрому И подвижному Старику Обладавшему Чисто Юношеской Энергией И можно сказать Необыкновенной Памятью Рассказывая О своих Приключениях И путешествиях Были Крайне Интересны А вся Его Жизнь По-видимому Посвящена Была На изучение Мистических Явлений Познакомясь С Антоном Марковичем Через его Приятеля Цидилина Я часто Проводил У него Вечера И мы Нередко Засиживались У него До самого Рассвета Слушая Его Поучительные Рассказы Узнав От Цидилина Что Антон Маркович Обладает Сверх Всех Своих Чудесных Познаний Счударом Показывать В воде Грядущее Событие Я настойчиво Просил Его Сделать Семьи Опыт Показать Мне Мою Будущую Невесту После Несколько Отказов Он Наконец Уступил Моим Просьбам И назначил Мне Цидилина Прибыть К нему Вечером В девять Часов Когда Мы Прибыли В назначенный День И сгорали От желания Поскорее Увидать Замечательные Явления Господин Гамулецкий Повел Нас В особую Маленькую Комнату Здесь На небольшом Столе Была Поставлена Большая Превосходная Работа Из настоящего Богемского Хрусталя Ваза Наполненная Водою А около На том же Столике Лежал Какой-то Гладко Полированный Темного Цвета Камень Антон Маркович Обратился Ко мне Со следующими Словами Прежде всего Я должен Сказать Тебе Что Собственно В приготовлениях К опыту Нет ничего Чудесного Ваза Обыкновенная Вода Также Вот Камень Весьма Ценный И редкий Турмалин Камень Этот Сегодня Утром Насыщен Мною Посредством Особого Сильного Рефлектора Солнечными Лучами И Когда Я его Положу В воду И Вынесу Из комнаты Свечи Он Будет Светить И Освещать Вазу С водою В этом Тоже Нет Ничего Сверх Естественного Затем Самое Явление В воде Призрака Твоей Невесты Если Оно Последует Будет Вызвано Помощью Усилий Моей Воли Без Всяких Заклинаний Это Только Кажется Чудом Но Придет Время В Которое Наука Объяснит И Это По Видимому Чуда Здесь Я Перебил Его И Спросил Вы Говорите Если Последует Явление Зачем Опыт Может Быть И Неудачен Совершенно Верно Ответил Он Дело В том Что Я Могу Вызвать Только Отражение Тех Будущих Событий Которые Последуют В твоей Жизни Ранее Моей Смерти А Так Как Мне Осталось Жить По Старости Лет Моих Много Что Года Два Или Три То Событие Которое Ты Желаешь Видеть Если Оно Последует После Моей Смерти Не Появится В Вальве Затем Положил Камень В воду И Вынес Свечи Устремив В воду Глаза Мы С Садилином Стали Наблюдать Увидели Что Вода Действительно Освещена Как Был Лунным Светом Исходящим Из Камня По Прошествии Не Более Десяти Минут В воде Ясно И С Мельчайшими Подробностями Отразилась Комната В ней Стояла Рояль А За ним Сидела Девушка Замечательной Красоты Рядом С ней Мужчина С Бледным Лицом И Большими Волосами Показывал Что То В Нотах Картина Эта Ярко Отпечатлилась В моей Памяти Я Ее Никогда Не Забуду Минут Пять Мы Оба Я Сиделин Видевший То же Самое Любовались Этой Картины После Этого Послушался В вазе Как будто Треск И Все Мгновенно Исчезло Во Все Это Время Гомулецкий Сидел Напротив Нас В креслах Устремив Пристальный Взгляд На Вазу Лишь Только Мы Встали Пораженные До Крайности Всем Виденным Как Антон Маркович Сказал Мне Итак Милый Мой Ты Видел Свою Невесту Но Не Радуйся Женой Она Тебе Не Будет Почему Спросил Я Ну Это Мой Секрет Сказал Гомулецкий Теперь Мне Остается Сообщить Самое Главное Не Прошло Полгода С того Времени Как Я Познакомился С Семейством И Среди Этого Семейства Видал Самый Точный Оригинал Моего Видения И Был Помолвлен Свадьба Была Отложена По Случаю Венгерского Похода А Когда Мы Возвратились Увы Невеста Моя Была Уже За Другим Другой же Оригинал Видения Именно Учитель Музыки Генри Хлава Сделался Истинным Другом Моей Души И Сердцу Это Был Знаменитый Артист Он Преподавал В Женских Институтах Петербурга И Уже Через Много Лет Я Горько Оплакивал Смерть Этого Истинного Моего Друга Исполнение Предсказания Модерн Сосайти Сообщает Следующий Рассказ Из Детских Воспоминаний Герцогения Алансонской Сгоревшая Во время Пожара В Париже И ее Сесы Принцессы Марии Впоследствии Королевы Неаполитанской Обе Маленькие Будущей Герцогиней Аланской Тогда было Семь лет Отправились Под присмотром Стаса Дамы В окрестности В баварскую Резиденцию Своего отца Герцога Максимилиана Они Остановились У фермы Чтобы напиться Молока В это самое Время Проходила Мимо ферма Цыганка И увидев Маленьких Принцесс Попросила У них Милостыню А также И позволение Погадать им Получил На это Разрешение Она обратилась К принцессе Марии Будущей Королевей Неаполитанской Со следующими Словами Ты прелестное Дитя Достигнешь Самого Высокого Положения Какое только Можно иметь На земле В руках Твоих Будет Власть Но Поцарствуешь Ты Недолго Ты далеко Не будешь Так счастлива Как можно Было бы Этого Ожидать Страшные Бури Разразятся Над твоей Головой А за Твое Мужество Многие Назовут Тебя Героиней Ты Доживешь До глубокой Старости Но Остерегайся Злых Красных Людей Красный Свет Принесет Тебе Несчастье Слова Пророческие Намек На Гарибальдистов Бывшие Главной Причиной Того Что Супруг Ее Лишился Короны Что же Касается Герстогения Алансанской Цыганка Сказала Тебя Маленький Розанчик Ожидает Громкая Слава Но Вместе С тем Много Глубоких Страданий Ты лишишься Трона Но Слезы Твоей Осушатся И ты будешь Счастлив Многие Годы Но Ты не Проживешь Так Долго Как Та Кроткая Фрейлин Твой Враг Не Вода Но Враг Воды Будет И Твоим Врагом Я Вижу Красное Пламя Испуганная Принцесса Расплакалась И Стас Дама Не Позволил Цыганке Продолжать Многие Знавшие Герцогини Алансонской В молодости Вспоминает Это пророчество Говорит Модерн Сосайти Пушкин И Гадалка Кирков Однажды Утром Окло 1818 Года Пушкин Зашел Вместе С товарищами Гадалки Старой Немки По фамилии Кирков Она Обратилась Прямо К нему Говоря Что Он Человек Замечательный Рассказала Вкратце Его Прошедшую Настоящую Жизнь Она Сказала Ему Между Прочем Вы Сегодня Будете Иметь Разговор О службе И Полышите Письмо С деньгами Пушкин Не Обратил Внимания На Предсказания Гадальщица В вечером Того же Дня Выходя Из Театра До Окончания Представления Он Светился С графом Орлов Они Разговорились Орлов Коснулся Службы И Советовал Пушкину Оставить Своё Министерство Возвратясь Домой Он Нашёл У себя Письмо С деньгами Которое Было Оставлено Ему Одним Бывшим Юлицейским Товарищем В уплату И Карточного Долга Из-за Саверных Свидетельств Друзей Поэта Оказывается Старая Немка Сказала Пушкин Ты будешь Два Раза В изгнании Ты будешь Кумиром Своего Народа Может быть Ты проживёшь Долго Но На Тридцать Седьмом Году Берегись Белого Человека Белой Лошади Или Белой Головы По свидетельству Льва Сергеевича Предсказана Была И Женитьба Поэт Твёрдо Верил Предсказанию Хотя Иногда Шутил Вспоминая О нём Так говоря Предсказанной Ему Народной Славе Он Смеясь Прибавлял А ведь Предсказание Сбывается Что Они Говорят Журналисты По свидетельству Покойного Нащекина В конце Тридцатого Года Живя В Москве Раздосадованный Разными Неудачьями Он Выразил Желание Ехать В Польшу Чтобы Там Принять Участие В войне Не в Приятельском Лагере Находился Некто По имени Вейс Белая Голова И Пушкин Говорил Другу Своему Посмотри Сбудется Слово Немки Он Непременно Убьет Меня Нужно Прибавлять Что Настоящий Убийца Пушкина Действительно Белокурый Человек И в Тридцать Седьмом Году Носил Белый Мундир Глава Третья Вещи Ведения В бодрственном Состоянии Человека Необычайная Весть О смерти Моя Прабабушка Катерина Николаевна Левшина Лето 1812 Года Проводила В своем Ярославской В своей Вочине Вместе С тремя Дочерьми И младшим Сыном Дмитрием Ее муж Екатеринский Генерал Поручик Скончался В 1808 Году Проболев Около Года После Тяжелого Испытанного Им удара Смерти Старшего Сына Николая Убитого Под Фридландом Оставшись Вдовой Прабабушка Искала Уединение Удалялась От света И жила Подолгу В деревне Лишь Глубокой Зимой Возвращалась В Москву Ее Барышин Вывозили В свет Родственницы Из двух Оставшихся В живых Ее Сыновей Старший Александр Служил У гвардии Хотя И не Хотелось Матери Отдавать Его Военную Службу Но Время Тогда Было Такое Что Мудрено Было Для дворянина Да еще Сына Генерала Не Служить В войсках Особенно Припылком И рыцарском Характере Молодого Левшина Зато Младшего Сына Екатерина Николаевна Твердо Решила На военное По поприще Не пускать И привела Своё решение В исполнение Но Приступаю К рассказу 26 августа Стоял Ясный И теплый Осенний День Столь Привлекательный На нашем Севере Листва На деревьях Уже пожелтела И ее золотистый С красным Отливом Особенно Красиво Выделялся На изумрудной Зелени Лугов К осени Делающейся Ярче Воздух Был чист И прозрачен Под светло-голубым Небом И самые Отдаленные Предметы Ясно Обрисовывались На горизонте Чуть-чуть Окутанном Синеватой Дымкой Утром В этот день Старшая Из левшиных Марья Павловна Рано Вышла В сад Примыкавший К барскому Дому И медленно Шла Аллеи Лип Срывая Повременно Мальвы И белые лилии Из грядок Которые Были Проведены Параллельно Деревьям В широкой Аллее Она Будучи более Других Дружна С братом Александром Тревожилась Так как От него Из армии Давно Не было Вестей Последнее Письмо Было Еще из Белоруссии В нем Сообщалось Что молодой Офицер Благодарение Богу Здоров Просит Благословения У матушки Затем Выражалось Желание В немедленном Времени Быть В баталии С придерзким Корсиканским Злодеем Дерзнувшим Нарушить Священные Пределы Российской Империи Высказывались Сетования На обилие Тайных Изменников В армии Негодование Против Немцев Руководивших Ратью Столь распространенные Войски Недовольным Барклаем О дальнейшем Движении Армии В семье Левшинах Впрочем Было Известно Брат Екатерины Николаевны Дмитрия Николаевич Дурнов Писал Сестре Из Москвы По Раступлению Смоленска Про Назначение Кутузова Описывал Общий Общий Энтузиазм Вызванный Им Стерва Престольной И ожидание Скорого Разгрома Полчищ Наполеона В генеральном Сражении Марья Павловна Вся погрузилась В думы О братье И не заметила Как тихонько Спустилась Полиповой Аллеи К берегу Небольшой Речки Окаймлявший Сад Там Под старой Березой Была Скамья На которую Она и Опустилась За речкой Зеленел Большой Луг Слевавшийся Далее С полем Озими Которая У самого Горизонта Была Окаемлена Лесом Сколько Видел Глаз Вперед Нельзя Было Заметить Ни одной Живой Души Долго Сидела Марья Павловна Глядя Задумчиво Вдаль Как Вдруг Она Заметила Что на горизонте Или даже Ближе Между ней И лесом Стало Образовываться Сгущаясь Какое-то Голубоватое Облако Явление Ее Заинтересовало И она Ближе Стало В него Всматриваться Облако Росло И Приближалось Когда Оно Оказалось На зеленой Поляне Тотчас Жезы Решкой Облако Посредине Как бы Разорвалось Пополам И обе Его части Раздвинулись Влево И вправо Как занавес Держащийся На шнурке И состоящий Из двух Полотни В середине Этих Облаков Молодой Девушке Теперь ясно Представилась Картина Которая Охватила Ее Ужасом Она Хотела Крикнуть Но Не могла А продолжала Пристально Смотреть На Представившееся Ей Видение Она Сделала Усилие Стала Руками Как бы Отгонять От себя Это Явление Но Облако Окруженная Им Картина Не Двигались Тогда Мария Павловна Бросилась Опрометь Бежать Вверх По Аллее К Дому